Приветствую вас! Рассматривать данный жест начальника стоит, исходя из его мотивов. То есть, условно говоря, только проанализировав мотивацию человека, можно судить о том, что значит данный поступок. С одной стороны, то, что мужчина сделал, это потребность в любви, во внимании, в человеческом тепле, может быть, в ласке и так далее. И тогда это свидетельствует о том, что у мужчины в семье не все классно. Ну, знаете, кризис бывает, бывают тяжелые времена, тяжелые периоды и так далее. И не говоря о наличии к вам у начальника каких-либо серьезных чувств, то есть я имею ввиду чувств романтических, можно говорить о том, что он просто влезает с вас как в человеке, без какого-либо романтического или интимного контекста. И в этом случае, просто-напросто, мужчина неосознанно показал вам свою потребность в ласке, в любви, в заботе, в тепле. Вторая причина, по которой мужчина мог себя так вести, это уже потребность выражения эмоций именно вам. То есть, может быть, показать, как вы ему дороги, может быть, показать, как вы много для него значите, может быть, показать, что он ценит все время, что вы проводите с ним и так далее. То есть, здесь такое вот позитивное, дружеское проявление к вам. Да, согласен. Внешне это не было похоже на дружеский жест, я понимаю. Но, с другой стороны, мы не знаем этого человека, а может быть, для него это приемлемо. То есть, судить и давать оценку поступку человека, исходя только из конкретных действий, я бы не стал. Потому что действие есть объективный фактор, а еще очень важен субъективный фактор, которому мы здесь, к сожалению, не знаем, кроме только того, о чем пишете вы. Полагаю, что есть и более такие, ну, более мелкие, на мой взгляд, более банальные, может быть, более вероятные причины, по которым он так поступил, это то, например, что, если вы с мужчиной все время ходите на обед, и у вас достичные отношения, то мужчина, в силу своего восприятия, ваше поведение мог расценить, как симпатизирующее ему, и, как следствие, убедить себя в том, что он вам нравится. И, соответственно, если он вам нравится, то мужчина, может быть, допустил выяснить, что с вами у него может быть что-то получиться, не только как, например, друческое. И да, я понимаю, я понимаю, что вы этого не хотите, возможно, и, скорее всего, я понимаю, что для вас это может быть неприемлемо, но, тем не менее, как бы, есть ситуация, и эта ситуация, она все-то значит. И если мы с вами говорили до этого о таких моментах, которые могли быть, ну, наиболее вероятно, в вашем случае, и эти моменты такие, скажем так, стерильные, позитивные, то сейчас мы говорим с вами о других моментах. И другие моменты заключаются в том, как раз, что объективно человек действительно может испытывать к вам симпатию. И эта его симпатия может и проявиться вот таким образом. Потому что ведь взрослый человек, начальник, понимает, что отношения с вами находятся в определенных рамках. И эти рамки не могут преодолевать опасность для себя и для вас, и для вас обоих. Возможно, он даже не хотел бы, чтобы ваши отношения переросли во что-то другое. Но, тем не менее, симпатия, тем не менее, чувства заставили его это сделать. И это лишь говорит о том, что у него к вам определенно есть какие-то чувства. И это не хорошо и не плохо, это так. И вы можете сделать на свой выбор два основных действия. Либо вы можете попросить начальника вежливо так больше не делать, если вам это неприятно, или если вы не желаете ни в коем случае продолжения в никаком виде. И хотите, чтобы отношения остались теми же, как они есть сейчас. Тогда вы рискуете человека обидеть, тогда вы рискуете его от себя оттолкнуть. И, как следствие, могут быть нарушены ваши трудовые отношения. Вы можете сделать и несколько другое действие, которое заключается в том, что просто сделать вид, что ничего не было. И просто-напросто общаться с ним, как всегда, на том же уровне. Но в следующий раз, если такая ситуация возникнет, то либо изящно не допустить ее повторения. То есть, например, когда вы хотите одеваться, одевать верхнюю одежду, например, сделать так, чтобы вы делали это с вашим начальником в разное время, или там как-то еще, решат уже здесь вам. Но, тем не менее, это выгод из положения. И таким образом вы рискуете, с одной стороны, не показать мужчине того, что вы этого не хотите напрямую. Не отполагнуть его, не обидеть, не оскорбить, потому что формально в этом нет ничего такого. Но, с другой стороны, вы проведете себя вежливо. То есть, вы не пойдете в откровенную конфронтацию. Что не приведет, при, конечно, адекватном поведении мужчины, к ухудшению ваших отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!